Триллионер. Добрый день, друзья. Мы продолжаем тему, что Халыкбанк делает для Казахалхуна. Сегодня мы получили официальный ответ с банка с зеленым цветом. Вот он. Давайте разбираться. Вдруг там что-то новое. Итак, поехали. Друзья, мы прочли все ваши комментарии. Спасибо большое за активность, за эти отклики. Нам действительно очень приятно. Ну и мы, собственно, приняли решение. Да, самые интересные судебные акты мы будем обсуждать здесь, на платформе «Диктатура закона». Постараемся делать это каждые выходные. Ваша задача только не пропустить. Ну а пока сегодня для нас остается актуальным вопрос дела гражданки Сон. Это предприниматель из города Алматы, который сейчас вместо того, чтобы зарабатывать, судится с Народным банком. Задача предпринимателя – работать, а не проводить время в судебных тяжбах. Самое интересное, что во время судебного процесса мы, Адам Шауд, по-человечески обратились в Народный банк с предложением самостоятельной реализации залогового имущества. Сейчас гражданка Сон находится в таком правовом положении, когда она ущемлена правами, и ее залоговое имущество касается напрямую прав третьих лиц. Они тоже обладают определенной долей в этом имуществе, но банк сейчас намерен просто забрать все. В своем ответе на наше предложение самостоятельной реализации залогового имущества банк ответил, что уполномоченный орган банка принял решение отказать в удовлетворении данной просьбы. Выходит так, что ровным счетом ничего не изменилось. Нам набросали пыль в глаза, в итоге сидим с этим отказом. В принципе, я особо и не верил, что конкретно что-то изменится. Ну, не видел я, чтобы народный банк повернулся лицом к народу. Хотя он типа народный. Название у него такое, типа ближе всех к людям, что ли. Но лояльности действительно здесь сейчас пока не чувствуется и не пахнет. Хотя нет, друзья, мы же забыли. 11 января Тукаев высказался о богатых, что сейчас пришло время отдать должное народу Казахстана. После этого как раз таки создали фонд Казахстана. Благодаря первому президенту Ельбасе в стране появилась группа очень прибыльных компаний. И прослойка людей, богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана. В Википедии и Форбс размещена информация касательно этого банка, что Народный банк Казахстана является самым крупным банком страны. С активами на конец 2020 года около 10 триллионов тенге. Здесь же также написано, что он лидер по размеру собственного капитала. А основными акционерами являются холдинговая компания Allmax и здесь конечные бенефицары Тимур и Динара Кулебаева. Оба занимают пятое место в рейтинге богатейших бизнесменов по версии Форбс. Так вот, Народный банк дал народу 5 миллиардов тенге, из которых только 2 миллиарда тенге попало в общественный социальный фонд Казахстан-Холхна. Остальные 3 миллиарда выдадут в будущем напрямую предпринимателям в виде адресной поддержки из сектора малого и микробизнеса. То есть смотрите, ситуация выглядит примерно так. Состояние банка 9 триллионов 970 миллиардов тенге. Минус 5 миллиардов, которые они отдадут народу, в итоге у банка остается 9 триллионов 965 миллиардов тенге. В общем, друзья, правда в нашей жизни триллионер, который отдал несколько миллиардов тенге, все равно остается триллионером. Кстати, сегодня Казахмыс и Казминералс выделили фонд Казах-Холхна 25 миллиардов тенге. Пока это рекордное сумма вложения, при том, что компания-то не зарабатывает миллиарды и триллионы. Вот сравните две таблицы из интернета. Здесь прибыль в сотни миллиардов тенге. Это народный банк. А вот здесь прибыль в сотни миллионов тенге. И здесь я не пойму. Тот, кто больше зарабатывает, дает меньше всех денег? Так получается? На этом, друзья, у нас все. Вот таким вот образом Народный банк сейчас нам усложняет жизнь. И мы теперь отстаиваем права ОСОН из города Алматы. Пока в местных судах. Надолго не прощаемся. Делаем выводы, господа. Всех вас жду в комментариях под этим видео. Всем пока. Один триллион – это число с двенадцати нулями. Или тысячи миллиардов. Или миллион миллионов. Субтитры создавал DimaTorzok